Всем привет! Сегодня поговорим о турках, не о всех мужчинах, как у меня обычно бывает, да, я оглашаю в названии видео или говорю, ой, так к туркам относятся, а потом мне девчонки пишут в комментарии, нет, это у всех мужчин, так во всем мире, от нации это не зависит. Но сегодня поговорим конкретно о турках, я расскажу, почему в восточном менталитете у турок не принято занимать деньги у женщин, особенно у женщин, которых они любят, у дамы сердца. Эта тема вскользь как-то где-то всплывала у меня ранее на канале, но как показывает практика, не все эту тему, может быть, не хотят слышать, хотят обманываться, но не все обращают на это внимание и вопросы все равно-таки повторяются, так что сегодня поговорим об этом. Могу сразу сказать, что это видео у меня снято по мотивам разговора, общения с одной моей клиенткой, оно у меня на консультациях бывает, я могу что сказать, чисто вкратце, да, я не буду рассказывать ее ни в коем случае историю, это мой клиент, я не имею на это право, я просто скажу такой момент, что у нее были отношения с турком на протяжении долгого времени, год-полтора, и в итоге сложилась так ситуация, то есть он не был никаким-то там альфонсом или еще кем-то, да, этого он к себе так не располагал, но в силу определенных обстоятельств, там ковид и вот эта вся история проблемы с работой, так сложились обстоятельства, что ему срочно нужны были деньги, и он особо не просил, он так сложились обстоятельства, что она сама их в этих сложившихся обстоятельствах предложила ему занять деньги, а он в итоге не отказался. И скажем так, у женщины осталось неприятное послевкусие на эту тему, да, сегодня хочу, чтобы вы порассуждали тоже в комментариях, особенно девчонки, которые здесь уже давно живут, замужем, и кто в этой, скажем так, теме прошарен по поводу характера, менталитетов, вот это все истории восточной, пишите обязательно комментарии, чтобы другие девочки тоже почитали. А сегодня я расскажу от себя, что я думаю по этому поводу. Я считаю, что турок не занимает денег дамы своего сердца, да, не у жены, а с кем встречается, или со своей невесткой, то есть там помолвлен, неважно, потому что это неприлично, некрасиво, это зазорно. Я уже раньше в видео много раз говорила, сейчас опять повторюсь, турки, когда восточные мужчины в принципе ухаживают в конфетно-пакетный период и до свадьбы, они стараются показать максимум того, что они могут дать, то есть рисуют красивую картину перспектив на будущее, чтобы ты его выбрала, павлинец распускает хвост, и я такой самец. Потом это может быть какое-то разочарование, да, они могут брать кредиты, брать в долг деньги у кого-то, чтобы, когда его невеста, например, или девочка, которая ему нравится, прилетает, он там ей снимает, там, квартиру или отель дорогой, там, не знаю, еще что-то, водит по ресторанам, там, музеям, всем-всем-всем, путешествуют они по стране, что-то ей, там, не знаю, везет, там, типа, внезапно утром в Каппадоке и все такое прочее, то есть романтик такой устраивает по максималке финансово, залезая при этом в долги, и вот для них это нормально, это, там, не зазорно, это очень круто, короче, он старается произвести впечатление. И как вы думаете, если мужчина вот так хорохорится вначале, в самом старается, разве он позволит себе занять у женщины денег, потому что тем самым он расписывается в своей, ну, какой-то неспособности, да, говорит о том, что у меня денег нет, я готов даже у тебя занять, и говорит о том, что какое с ним будущее, в каком будущем, если женится на тебя, будет тебя кормить, содержать, потому что иностранная жена, это хлопотно, это очень тяжело, это и курсы всякие языка, и работать она пока не может, и, короче, много всяких моментов, на которые мужчина вообще не думает, что придется деньги, да, тратить. Я к тому, что если он с девушкой-иностранкой позволяет, скажем так, себе взять долг, деньги или показывать свою финансовую какую-то несостоятельность, для меня это очень странно, турчанки бы это не показали, знаете, почему, он бы скрывал вообще долги до последнего, очень часто бывают скандалы в семьях турецких, до разводов доходит, когда жена узнает, что муж в долгах, как в шелках, что на нем куча кредитов, она выходит замуж, об этом не знает, или он берет кредиты во время брака с ней, он об этом ей все втихаря, или он назанимался так, что уже по улице пройти стыдно, там, от соседей, от всех она слышит какие-то шипшиканье, взгляды косые и все прочее, то есть он уже, она узнает последнее о том, что у них в семье экономические проблемы финансовые, потому что это позорно прийти даже к жене, близкому человеку, которому ты доверяешь, потому что здесь это осуждается, ты мужик, ты должен обеспечивать на тебе ответственность, вот что самое главное, да, если ты занимаешь деньги, это показывает, что ты просто, ну как бы, пустое место получается, ты ничего из себя не представляешь, у тебя ничего нет, ты свою главную функцию зарабатывать деньги не выполняешь, вот поэтому мужчины денег здесь у женщин не занимают, это просто, я не знаю, ну расписаться вообще во всем, то есть вот, ну вот так, со мной перспектив никаких, и турчанка как себя поведет? Ну, когда они там долго вместе, если на нее будут давить родители, типа, ну, сохраняйся, я ее, детям нужен отец и вся история, прочее, она, конечно, стеснит зубы, будут скандалы, будут пилить, но не разведется, но если такие турчанки, которые независимы из нормальных там семей, каких-то социальных, которым нечего ждать, терпеть, они этим не обременены, они свободны, такая турчанка даже займет, может, денег, если он ее попросит, но она потом просто потихонечку сольется, встанет и уйдет, она не будет с таким мужчиной, потому что она в нем в будущем не уверена, он для нее бесперспективный, можете называть их меркантильными, расчетливыми, я считаю, что это прагматично и в принципе это правда, ну, как ни посмотри, здесь вот такой менталитет, здесь немножко все по-другому, тут так, что с женщиной тоже спрос, да, например, если вы скажете, ой, да что, такие бабы сидят, выбираются мужиков по финансам, это же, там, не знаю, несправедливо, нечестно или еще как-то, но тут, знаете, если турчанка не может рожать детей, на нее тоже очень много соболезнований от родственников и соседей, косых взглядов, претензий от родственников, от свекров и всех прочих, здесь тоже такие, с женщиной тоже есть свой определенный здесь спрос, вот с мужчиной финансовый, а с женщиной по поводу продолжения рода, и вот эти все косые взгляды, что у вас нет детей, это в первую очередь падает на плечи женщины, так и нет, это тяжело морально, наверное, можно об этом отдельное видео, кстати, снимать, то есть мужчина тут не бедные, несчастные, они обделенные, женщина тут тоже спрос есть, каждому как бы в своей стезе, если иностранный жених-турок у вас просит денег взаймы, или так ставит, они всегда очень красиво это делают, они так ставят ситуацию, что ты сама готова предложить деньги, они же это чувствуют, у меня несколько вариантов, первый, конечно же, это альфонс, который мог долго готовить, он хочет видеть, что у тебя есть, скажем так, деньги, и он может их попросить, ему как бы становится нестремно это сделать, потому что он просто альфонс. Второе, мужчина считает, что ты иностранка, он тебя любит искренне, ему реально нужны деньги, но он видит, что ты иностранка, и считает, что с нашими бабами это не проканает, ну, на меня сразу косо будут смотреть, или она уйдет, и я там... А иностранка, у нее другой менталитет, она при себя, может быть, очень позиционирует, если он вам лапшу на уши вешает, что турчанки все плохие, а иностранки хорошие, то вы эти, вам это, конечно, приятно слышите, и вы такие, да-да, и вы всегда себя отождествляете, я не такая, как они, и наперекор, типа, да, я не такая, как турчанка, я не буду повторяться за ними. Он вас к этому подводит, и когда вопрос денег встает, он вас может попросить займы, потому что... А с ней проканает она иностранка, у нее другие нравы, а с ней можно. Но это в любом случае неуважение женщины в этом моменте получается. То есть турчанку бы он побоялся это делать, так как вы иностранка, что-то не в курсе поведения здесь, да, нравов, то с вас можно и денег взять, а что нет-то, собственно, она будет не против. В любом случае это немножко ошибка женщины получается в этой ситуации, да, то есть вы позволяете, к себе располагаете, чтобы у вас просить денег. Третий вариант. Это, в принципе, такой человек, вот это надо вам думать, насколько вам такой мужчина рядом нужен, у которого, знаете, плохому танцору всю жизнь что-то мешать будет. У него всегда не будет денег, у него всегда будет куча проблем, у него всегда-всегда кто-то виноват, но не он. Это уже проблема в самом человеке, не в том, что он, например, Альфонс или еще какой-то там не такой, да, корыстный там или махинации какие-то проворачивают. Просто такой человек проблемный. И вам уже думать здесь, но он вам нужен, такой мужчина рядом, вы просто какого вы для себя, да, мужчину видите? Обычно женщины видят стержень за мужем, чтобы он там помогал, или мы в партнерске вместе с ним все делаем, да. А этот будет человек, который с вас всегда не только... Деньги это же просто показатель, он по жизни будет на вас перекладывать очень многое. Он не будет вот этим стержнем, поддержкой, опорой. Это вот момент, что он, пользуясь тем, что вы иностранка наперекор своим каким-то взглядом здесь в стране, может у вас это спросить, денег занять. Говорит о том, что он всегда будет тянуть. А оно вам надо? Вы такого мужчину рядом с собой видите. Итог подведу такой, очень простой, что в любом случае, вот я когда слышу, мужик попросил денег, и в частности турок, у женщины, в Турции это неуважительно к женщине. Это стрёмно, это фу, это последнее. Мужик пойдёт здесь брать кредит, спросит у своего аби, у соседа, или ещё у мужика он будет брать деньги в долг. Но не у женщины, и тем более не у женщины своего сердца, которую он любит, перед которой он сейчас, в цветочном букетном периоде, до свадьбы хорохорится, и старается показать себя с лучшей стороны. Если он покажет, что у него нет денег, это показать себя с самой худшей стороны, свою неспособность, не идею, способность какую-то. Со мной будущего нет, я опасный, беги от меня. Вот так это можно здесь в Турции трактовать. Так что мужчина, занимающий денег, или берущий предложенной женщиной деньги в долг, для меня в Турции это слабый мужчина, вот честно скажу. Могут быть такие жизненные обстоятельства, когда, ну прям, ну не знаю, припрёт, да? Это индивидуально, это очень мало таких историй. На самом деле, если так рассмотреть ситуацию, если вы не займёте денег, что его жизнь остановится, вот если вы не заняли, отказали ему, и жизнь его не остановилась, в итоге, значит, это не настолько нужно было. Чтобы Турок, вот честно скажу, пришёл к вам спрашивать деньги в долг, у женщины, которую он любит, это реально вопрос жизни и смерти, и ему просто реально сунуться больше некуда. Если вы ему не дадите, то это просто всё смерть. Вот так я могу это охарактеризовать. Что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии под видео. Я всегда оставляю свою почту под видео в инфобоксе. Пожалуйста, разворачивайте его, смотрите почту мою, пишите мне свои истории анонимные для прочтения видео или записи на консультации, пожалуйста. Как вам будет что удобно. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось, пишите комментарии, это очень помогает развитию канала. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok